Сегодня у нас докладчик Александр Грибанов. Он будет рассказывать о трех неизвестных сюжетах Бабеля. Представлять его не надо, он старый член клуба. Саша, вам, пожалуйста, слово. Спасибо. Спасибо всем за готовность слушать меня. Это история начинается где-то в девяносто... Прочу прощения, Саша, не все выключились. Пожалуйста, посмотрите на свои эти, потому что я слышу звуки посторонние. А, все, тишина. Значит, это началось где-то в девяносто восьмом году. Мне пришлось ехать в командировку в Амстердам, чтобы работать там в архиве Института социальных исследований. Это замечательный архив. Работать там было одно удовольствие. Вот, я там провел, значит, почти два месяца. И среди того, что я там накопал... А накопал я там очень немного. Но все-таки мне попался документ, совершенно поразивший мое воображение. Этот документ, письмо Бориса Ивановича Николаевского к Борису Константиновичу Суварину. Значит, я должен представить этих людей. Николаевский был замечательный историк, потрясающий архивист, журналист и политический деятель. Он был меньшевик с самого начала. В 23-м году он эмигрировал, значит, в Германию. Потом, когда в 33-м году начались неприятности с социал-демократами Германии, он дернул в Париж и в Амстердам. Он, кстати, вывез в Амстердам архив германской социал-демократической партии, что было необычайно важным и, так сказать, настоящим подвигом вообще. Ну вот, потом ему пришлось снова бежать, поскольку суровая рука фашизма настигла его и в Амстердаме тоже. Он бежал, и бежал он в Америку. В Америке он, да, он бежал не с пустыми руками, он вывез свой собственный архив, который огромен тоже. Значит, и он эти бумаги пристроил в институте исследования войны и революции в Гуверовском учреждении, в Гуверовском институте в Стэнфордском университете. Значит, они его сделали главой русской коллекции, и он в этой должности просуществовал до самой своей смерти, кажется, в 64-м, нет, в 65-м году. Значит, второй участник этого диалога Борис Константинович Суварин, настоящая фамилия его Лившиц. Он родом из Киева, семья эмигрировала во Францию где-то еще в самом начале, значит, века 20-го. Он вырос во Франции, получил образование во Франции, стал одним из основателей Французской коммунистической партии, с которой он порвал в 24-м году. Французская компартия послала его в Москву, и он некоторое время работал в Коминтерне, где, как ясно, он не ужился и сумел эмигрировать обратно во Францию. Значит, по специальности он стал историком. Ему принадлежит первая большая научная биография Сталина, сделанная в 35-м году. Довольно долгое время она была, так сказать, самой хорошей, самой подробной биографией Сталина в западном мире. Ну вот, значит, это два участника диалога. Николаевский пишет в ответ на письмо Суварина. Суварин сообщает Николаевскому, это 57-й год, он сообщает, что умерла Евгения Гронфайн. Евгения Гронфайн была первая жена Исаака Бабеля. В ответ Николаевский ему пишет, что три материала, опубликованные им, Николаевским, в 1933 году в Социалистическом вестнике, за подписью «Ив», на самом деле основаны на устных рассказах Бабеля. Ну, я думаю, нетрудно представить себе, какой эффект это вызвало в моей голове. Значит, такие вещи случаются очень редко. Надо сказать, что почти одновременно это же письмо было прочитано другим исследователем, очень видным, Лазарем Флейшманом из Стэнфордского университета, который прочел его не в Амстердаме, а в Гуверовском архиве. И это объясняется тем, что Николаевский никогда не отправлял своих писем, не сделав с них копии. Он всегда отправлял письмо, а копия оставалась у него в архиве. Вот эту копию, значит, Флейшман тоже нашел. Дальше надо было, значит, думать... Во-первых, надо было найти этот самый... Эти номера Социалистического вестника. Ну, значит, найти их было не так трудно. Но все равно остается вопрос, значит, что надо делать дальше. Как все это расценивать, как все это интерпретировать. Флейшман рассматривал эти материалы как уникальную возможность реконструировать те разговоры, которые вели Николаевские с Бабелем летом 1933 года в Париже. Значит, известно, что их знакомство состоялось в Париже в июне 1933 года. И было связано с работой над сценарием фильма об Азефе. Режиссером должен был стать Грановский. Николаевский был приглашен в качестве консультанта. А Бабель должен был писать сценарий к этому фильму. Источником этих сведений является судебно-следственное дело Бабеля. Ну, которое довольно хорошо известно, потому что оно опубликовано почти во всех основных моментах. Оно опубликовано в книге Поворцова. Она называлась «Причина смерти расстрел. Хроника последних дней Исаака Бабеля». Это сделано было, выпущено было в 1996 году. Вопрос, который меня, так сказать, мучил с самого начала, это вопрос, с какой степенью доверия или недоверия следует подходить к сообщению Николаевского. С одной стороны, его репутация как историка исключительно высока. Но можно ли без оговорок включать его Бабелевские сведения в биографию Бабеля и в широкую фотографию советского периода вообще? Дополнительная сложность для исследователя. Дополнительная сложность заключалась вот еще. Сейчас. Нужно было рассматривать все с двух позиций. С точки зрения Бабеля и его, так сказать, фактуры. И с точки зрения Николаевского. Ну и вообще шире с точки зрения эмигрантской журналистики. Своего рода образовался такой двойной фокус, как фотография. Теперь посмотрим, что же напечатал Николаевский из сообщений Бабеля. В номере 14-15 от 25 августа 1933 года пошел материал под названием «Борьба за ГПУ. Письма из Москвы. О кадровых перемещениях и интригах в аппарате безопасности». Значит, там даются портреты почти всех руководящих деятелей этого аппарата. Мюнджинского, Ягоды, Мессинга, Бокке, Трелиссера, Балицкого, Агранова. Значит, внутренний сюжет этого материала – это описание отчаянных интриг в борьбе за контроль над организацией, которую выстроил Дзержинский. Вторичным фактором в этой драке под ковром стал вопрос о первых показательных процессах. Это процесс промпартии и союзное бюро межрежевиков. Надо отметить такую деталь, что в списке этих главных начальников отсутствует описание Евдокимова, который был одним из главных действующих лиц в аппарате безопасности. И Бабель был в тесных отношениях с этим самым Евдоким. Они были почти друзьями. И второй фактор, что не упомянуто среди первых показательных процессов, не упомянуто шахтинское дело, которое было создано управлением ГПУ по Северному Кавказу. Начальником этого самого представительства ГПУ по Северному Кавказу был именно этот самый Евдокимов. И он был главный архитектор этого процесса, который проходил в июле 28-го года. В связи с болезнью Минженского, а это был, так сказать, постоянный фон того времени для аппарата безопасности. Ив или Бабель считали наиболее вероятным его преемником Ягоду, которому приписывался контроль над всей экономической деятельностью АГПУ. Ну, существенная часть этой деятельности была связана с империей ГУЛАГа, которая начала стремительно расти как раз в конце 20-х и в начале 30-х годов. Ну, так, помимо этого материала, мы знаем, что влияние Ягоды во многом еще объяснялось тем, что под его контролем находилась таможня и все конфискованные материалы. То есть все материальные ценности, которые конфисковывались тем или иным образом при тех или иных обстоятельствах. Значительная часть этого добра потом по воле Ягоды распределялась как подарки. Она распределялась следей ведущих чиновников аппарата безопасности. И таким образом Ягода покупал их, ну, в общем, брал их на свою сторону, переманивал их на свою сторону. В финале статьи, значит, Ив сосредоточился на отношениях между Ягодой и Горьким и на позиции Горького в вопросе о развитии лагерей. Этот фрагмент был озаглавлен Горький, духовный отец советской каторги. Значит, кто придумал это название, мы не знаем. Может быть, это Бабель так сказал Николаевскому, но, может быть, это придумал сам Николаевский, а, может быть, это придумал еще кто-то. Факт, что в описании этих отношений между Горьким и Ягодой отсутствует очень существенный компонент, а именно все, что было связано сначала с женою сына Горького Максима, а потом, значит, она стала его вдовой, но довольно хорошо известно, что она жила и с Горьким, и с Ягодой, но это не ограничивало круг ее поклонников. Второй материал под названием «Диктатор Советского Союза» попал в 19-й номер социалистического вестника от 10 октября 1933 года. Эта статья была целиком посвящена Сталину, его обычаям, его позиции в крестьянском вопросе и его отношениях с военными. Режим личной власти, по словам Ив, стал уже свершившимся фактом. Привычки диктатора, манера и стиль управления, эволюция сталинского отношения к крестьянству, его взаимоотношения с военными кругами, его исключительная роль в формировании и осуществлении внешней политики, вот это все вошло в статью «Диктатор Советского Союза». Третий материал появился в 22-м номере специалистического вестника от 25 ноября 1933 года. Он назывался «Ближайшее окружение диктатора», ну и был посвящен соратникам Сталина. Давались портреты Кагановича и Постышева, как двух наиболее приближенных к Сталину партийных деятелей, а также двух персонажей второго плана – Ежова и Стецкого. Ну, значит, мы не будем забывать, что это речь идет о 1932-1933 годе, то есть Ежов еще не достиг пика своей карьеры. Все три материала были, конечно, сенсационными для того времени, во всяком случае. Я, пожалуй, прочту вам какие-то фрагменты, просто чтобы вы ощутили на вкус, о чем шла речь. Значит, есть фрагмент, называется «Секретариат и Политбюро». Весь шестой этаж дома отведен под этот секретариат. Здесь помещаются кабинеты Кагановича, Постышева и Сталина с рабочим аппаратом. Эти кабинеты – обслуживающие. Кабинеты первых двух, расположенные поблизости от входа, кабинет Сталина позади. Под личной секретариат Сталина отведена большая половина этого этажа, причем комнаты этой сталинской половины строго отделены от остальных частей. Двери, которые раньше соединяли комнаты, теперь или заколочены досками, или замурованы. Сообщение, во всяком случае официально, поддерживается только через одну дверь, идущую в комнату личного секретаря Сталина, человека, пользующегося его полным доверием. Этот секретарь имеет таким образом возможность контролировать все сообщение сталинской половины с внешним миром. Без его ведома никто не может выйти из нее, и, само собой, никто не может войти. Посторонних людей на этот этаж попадается совсем немного. У заместителей Сталина, у Кагановича и Костышева прием бывает относительно большой, но и он исчисляется немногими десятками лиц в неделю. На сталинскую половину приходят совсем немногие единицы. Посторонних он принимает не больше двух-трех в день, да и то далеко не в каждый день. Не мудрено, что каждая такая аудиенция становится событием. Дальше он пишет о секретариате и о том, что такое сталинский архив. Он очень обширен. Этот сталинский архив многим причинял и будет причинять большие неприятности. В нем собран особо секретный материал относительно руководящих деятелей партии, относительно их проступков и прегрешений. Теперь на каждого члена партии ведется особый кондуитный список, и все они вообще вхранятся в ЦКК, то есть контрольной комиссии, которая и решает, какое использование собранными данными, и когда ей надлежит сделать. Но ЦКК слишком многочисленно, и доверить ей хранение секретов, касающихся партийной головки, не вполне разумно. А эти секреты часто могут быть сильно действующим орудием против начинающего забываться протестанта. И поэтому Сталин решил держать их в своих собственных руках. В секретариат поступает огромная масса секретнейших сводок и докладов. Все они тщательно студируются, систематизируются и сохраняются. Сталин сам из них считает только немногое, наиболее важное. В личной жизни, Сталин в личной жизни. Личных друзей у Сталина почти нет. Некоторым исключением является небольшая группа грузин, товарищей еще по первым шагам революционной работы. К ней принадлежат Янукидзе, Сергу Арджоникидзе и немногие другие. Но и с ними Сталин встречается далеко не часто, заметно выдерживая дистанцию. Домой к нему почти никто не ходит, впрочем, дома он проводит мало времени. Даже когда была жива жена его, то и тогда он не любил выходить в общие комнаты, явно избегая встречаться с родными и знакомыми жены. Невысоко ставит и своих собственных родных, утверждающий за все свои посещения родного Тифлиса, он ни разу не повидался с матерью. Последняя на правах матери Сталина. Живет там в бывшем дворце наместника, в большом почете. Остальное Сталину не интересует. Единственный человек, с которым Сталин теперь дружит, дружит здесь в кавычках взято, и перед кем он почти заискивает, это Горький. Уже давно повелось, что Сталин... Сейчас. Сейчас. Демонстрирует отношения только к Горькому. Внутренние отношения в Политбюро. Внутри Политбюро диктатура Сталина является полной и безраздельной. После исключения из его состава вождей правой оппозиции некоторые из ближайших помощников Сталина пытались было одно время сохранять внешность независимости. Сталин их быстро от этого отучил. Одним пригрозил, других припугнули. Кирова отправили в Ленинград председателем тамошнего совета и перестали приглашать на заседание Политбюро. После этого тягу к самовольничанию как к рукой сняло. Сейчас еще. Значит... Ну, дальше вот идет кусочек про Постышева, кусочек про Кагановича. Любопытно отметить, что про Кагановича довольно объективно, но все-таки с некоторой симпатией. Скажем так, немножко мягче, чем относительно всех остальных. Ну вот. Надеюсь, что это как бы вам дает представление о том, что, собственно, здесь... То, что здесь происходило. Все три материала были сенсационными. Обойти их вниманием просто было невозможно. Но и разобраться в их стоимости, установить их авторство – задача исключительной сложности. Флейшман, который занимался этим делом, колебался, но все-таки он считал, я процитирую, что мы можем с некоторой ступенью определенности представить себе содержание бесед Бабеля с Николаевским и так далее. Но все-таки я как бы... Я бы не решился. Короче говоря, я и не решился на такие утверждения, потому что если вспомнить самого Бабеля, то совершенно невозможно понять, где начинается Бабель, а где кончается Николаевский и все остальное. И некоторые вещи были просто непонятны. Каким образом, откуда они взялись, в чем дело. Ну вот тот фрагмент, который я читал, что отведена под личный секретарь Сталина, отведена большая половина этого этажа. Ну и так далее. Двери, которые раньше соединяли комнаты, теперь или заколочены досками, или даже замурованы. Сообщение там поддерживается только через одну дверь ведущую и так далее. Откуда у Бабеля такая информация? Такая подробная информация. Инфопосетитель, даже приглашенный несколько раз на этот этаж ЦК, все равно не мог разглядеть, сколько дверей было замуровано и где они находились. Равным образом посетитель не мог знать, сколько дверей ведут в покое самого диктатора. Вдруг есть еще запасный выход. Такое говоря, было крайне принято в то время. Подобные среднии доступны техническому строительному персоналу, но не случайным посетителям. А Бабель, вероятно, бывал в здании ЦК, но не слишком часто. У него есть сценарий, старая площадь 4. Беречь идет о процессе индустриализации. Нет ни одной из тех деталей, что попали в материал ИФ. Можем ли мы настаивать на том, что информация о здании ЦК принадлежит Бабелю и только Бабелю? Черт его знает. Ну, можно зайти с другой стороны. Какова была роль Николаевского? И был ли он только редактором? Или он компилировал информационные блоки из разных источников и следил только за тем, чтобы они не противоречили друг другу? Здесь уместно вообще поставить вопрос о том, какова была технология работы Николаевского, какова была его кухня. Мы отчасти можем, но лишь отчасти, понять это на примерах из его переписки. Возьмем открытку без даты, адресованную Роману Борисовичу Гулю. Дорогой Роман Борисович, я совсем позабыл спросить вас, как обстоит дело с письмом о Горьком. Обязательно надо написать его. Сделайте это как можно скорее, чтобы поспело в этот же номер социалистического вестника к юбилею Горького, который будет праздноваться 28 сентября. Праздновали, на самом деле, 40 лет литературной работы Горького. Первый рассказ Макар Чудра был опубликован как раз 12 сентября 1892 года. Дальше он пишет. Включите как можно больше фактических деталей. Не беда, если будет написано несколько небрежно, я отделаю. Но обязательно сделайте это на этих же днях и тотчас пришлите мне по почте. Крепко жму руку. Значит, понятно, что речь идет о заметке к юбилею Горького в социалистическом вестнике 32-го года, номер 17-18. Похоже, однако, что та же самая статья упоминается в письме Николаевского от 30 ноября 32-го года Канне Михайловне Бургиной. Это третий персонаж, который надо ввести в этот диалог. Она была его верной сотрудницей по архивным делам на протяжении очень многих лет. Она умерла в 1983 году и помогала Николаевскому и в архивной, и в журналистской работе. После смерти Николаевского она осталась куратором коллекции Николаевского и работала на этой должности до самой своей кончины. Значит, он ей пишет, в социалистическом вестнике «Статья о Горьком моя». Как вы ее находите? Положение позднейших исследователей становится невероятно сложным, если задать вопрос об авторстве этого конкретного материала Кюбелея Горького или об источниках его. В переписке ясно, что на авторство могли претендовать и Голь, и Николаевский, а источников у этого материала могло быть достаточно много. Очевидно, что какие-то материалы разрабатывались совместно Гулями и Николаевским. Например, в письме к Бругиной от 30 ноября 32-го года мы читаем, из «Форвердса» эта газета пишут, что будут печатать полностью Гулевского генерала Тухачевского, в котором я имею право участвовать на 50%. По приблизительному расчету должно оттуда получиться 1200 марок. Мне следует 600, которые перевожу на вас. И в целом переписка с Бургиной позволяла и позволяет наследить участие Николаевского во многих литературных начинаниях 20-х и 30-х годов. Вообще, если сотрудничество с Гулем протекало, в общем, без особых конфликтов, то в случае других соавторов дело иногда осложнялось. Например, в Гуверовском архиве хранится письмо письмо Николаевскому, подписанное полковником литовской армии Казимиром Казимировичем Гринниусом. Это уже 41-й год. Вот этот фрагмент. Уважаемый Борис Иванович, в социалистическом вестнике 24 ноября нашел статью под названием «Письмо из Литвы». Во всей видимости, это и есть в несколько сокращенном и местами видоизмененном виде отпечаток моей к вам посланной рукописи «Литовские переживания». Против сокращения я не возражаю. Эта сторона малосущественная. Другое дело видоизменения. Тут я молчать не могу. Особенно, если они передают совершенно иную, действительно, окраску и смысл обстановки. Вопросы авторства снова всплывают в открытке Николаевского к Бургиной. Это 1933 год, 10 марта. Получил письмо от седьмого с отзывом о воспоминаниях Герасимова. Герасимов был генералом Зандармского управления и начальником охранки. Конечно, в отношении изложения многое принадлежит мне. Но в общем настроение его они передают верно. А потому ваша оценка его во многом правильна. Чем больше я к нему присматриваюсь, тем яснее вижу, что он был по-своему честный человек, совсем не такой, каким казался издалека. Из этого понятно, что именно Николаевский обработал воспоминания Герасимова. Речь идет о книге «На лезвии с террористом». С террористами. Значит, она выходила дважды. Первый раз я не мог найти ее издание, но ясно, что это было где-то в 20-х годах. А второй раз в издании Всероссийской мемуарной библиотеки. Это «Имко-пресс» 1985 год. Совместный труд их был опубликован в согласии с предварительной договоренностью под именем Герасимова и без упоминания Николаевского. Роль последнего не ясна, особенно в том, что касается информации, содержащейся в тексте. Опять вопрос, где кончается Герасимов и где начинается Николаевский, довольно труден сейчас. Очевидной параллелью к Бабелевским фрагментам в социалистическом вестнике представляется известное письмо старого большевика. Текст под таким названием появился в социалистическом вестнике в 1936 году, номер 23-24 и продолжение в 1937 году. Письмо старого большевика было составлено Николаевским, о чем он открыто писал в 60-х годах, но основывалось в значительной степени на устных разговорах между Николаевским и Бухариным в 1936 году, когда Бухарин был командирован в Париж для переговоров о покупке архивных фондов Маркса и Энгельса, а они принадлежали социал-демократической партию Германии. По поводу этого текста кое-что выясняется тоже из переписки Николаевского. В частности, он адресовал Луи Фишеру в письме от февраля 60-го года следующее предупреждение. Напомню, что я говорил устно. Не все письмо написано со слов Бухарина. Далеко не все его рассказы я использовал в письме, и далеко не все включенное в него взятое из рассказов Бухарина. В ряде частей мозаика я должен был считаться с тогдашней обстановкой. Если спроецировать это признание на Бапелевские фрагменты, то призыв к осторожности в любых выводах представляется более чем уместным. Равнение материалов Николаевского, который он атрибутировал Бабелю и с его же письмом старого большевика полезно еще в одном аспекте. По позднейшему рассказу Николаевского мы знаем, что Бухарин серьезно подготовился к разговору с Николаевским. Вот как описывал эти беседы Николаевский. Вдобавок Бухарин постарался привнести что-то личное в наши переговоры. Например, когда в первый же вечер он пришел ко мне на квартиру, он начал словами «Привет от Владимира, это мой брат». Потом мы с Бухариным сумели остаться наедине и он сказал «Привет от Алексея Рыкова». Мой брат был женат на сестре Рыкова, да и жили они вместе с Рыковым, где Бухарин бывал часто в гостях. При других членах комиссии это Адарацкий и Аросин Бухарин передал мне привет только от брата. Лишь когда мы остались вдвоем Бухарин передал мне привет от Рыкова. Тем самым он задал тональность нашим последующим разговорам. В отличие от Бухарина Бабель никак не готовился к встрече с Николаевским. Они просто не были знакомы до весны 1933 года. Все общение продолжалось около трех месяцев. Если мы хотим понять Николаевского буквально, то Бабель раскрыл ему всю подноготную московского двора едва ли не сразу же. Знакомство произошло в мае-июне, а в августе Николаевский уже опубликовал первый едва ли не самый сенсационный из материалов Ив. Интересно также сравнить эти материалы с записками Суварина. Бабель был знаком с Сувариным значительно дольше, чем можно предположить, что это произошло в 1927 году в Париже. И в письме Николаевского 1957 года Бабельский пассаж выглядит так относительно Бабеля не добираетесь ли вы рассказать в печати его историю? Нет ли его писем? Знаете ли вы, да, ну и дальше вот это самое три материала? В фонде Николаевского и в Гуверовском институте по изучению войны, революции и мира сохранилось несколько писем Суварина, но ни в одном из них нет отклика на это письмо Николаевского. Соответственно и в фонде Николаевского в Амстердамском институте социальной истории и в фонде Суварина то ничего нет. Единственным откликом остается публикация Суварина, которую он подготовил в 79-м году по-французски, а в 80-м году опубликовал по-русски в журнале «Континент». Суварин жестко разделил свои записи бесед с Бабелем 32-го года плюс одна запись 35-го года от своих же комментариев, написанных в конце 70-х годов. Знакомство Бабеля с Сувариным произошло через художника Юрия Анингова, который дружил и с тем, и с другим. Степень доверия между ними была довольно высока. Тем не менее, по записям Суварина очевидно, что Бабель в разговорах с ним проявлял, если не осторожность, то определенную сдержанность. Если по этому параметру сравнить публикации в социалистическом вестнике с публикацией Суварина в континенте, а разговоры между ними шли по-русски, то можно заметить, что Суварин в некотором смысле полемизирует с Николаевским. Многословной и эксплицитной манере Ив Суварин противопоставляет лаконичную и узнаваемую интонацию Бабеля. Поэтому же очевидно, он несколько раз упоминает о живых свойствах бабелевского голоса, о его манере говорить как по-русски, так и по-французски. Возможные источники этих трех материалов всплывают и в работе Рейшмана. Например, горький духовный отец советской каторги. Флейшман указывает, что весь раздел составлен возможно, инкорпорированы здесь сведения, полученные ранее в Берлине за два года до того от Замятина и за год до того от Федина. Оба пользовались, как и бабели особым покровительством Горького. Можно полагать, что основной костяк отчета составляют именно они. К этому потенциальному, к этому списку потенциальных источников надо добавить еще одно имя, а именно Алексея Николаевича Толстого. Он побывал в Берлине весной 1932 года и довольно много и откровенно разговаривал с Романом Голем, который аккуратно передавал содержание этих разговоров Николаевскому. И об этом свидетельствуют письма Николаевского Бургиной. Горький и его окружение не раз фигурировали в рассказах Толстого. Тут как бы хочется привести по настоящему цитату, как Толстой описывает сталинское окружение. Это настоящие люди, страшные, но настоящие. Если решат, что для их планов непременно надо 10 миллионов людей истребить, истребят, не задумаются, их жизнь тоже нелегка. потенциальные источники здесь и Бабель, и Федин, и Замятин, и Толстой. А надежно атрибутировать кому-либо данные невозможно. Разнести сведения, опубликованные в социалистическом вестнике за подписью ИВ различным источникам было бы важно еще и потому, что таким образом мы бы атрибутировали не только точные сведения, но и ошибки, которых немало в этих фрагментах. К примеру, первый же материал ИВ начинается с такого сообщения. Цитата. «Много разговоров у нас вызывает назначение Акулова всесоюзным прокурором с подчинением ему ГПУ и одновременное введение Акулова в состав Политбюро». Иван Алексеевич Акулов никогда не входил в состав Политбюро, хотя многократно присутствовал на заседаниях высшего партийного органа. «Сведения об изменениях в Политбюро и в Большом ЦК печатались в центральной прессе, а потому происхождение и резоны данной ошибки представляют собой некоторую загадку. Равным образом загадочные ошибки в определении состава Политбюро, которые проникли в третий материал ИВ». Значит, мы читаем. «Достаточно вспомнить об введении им, то есть Сталиным, в состав Политбюро Акулова, Прокофьева и Евдокимова, поставленных во главе Всесоюзной прокуратуры деревенских политотделов и отдела милиции. Ни один из перечисленных чекистов не входил в высший большевистский штаб. Из трех человек видное место в партийной иерархии занимал только Прокофьев. Он был членом президиума ЦКК. Но от этого членства до членства в Политбюро очень серьезная дистанция. Тут вообще надо отметить такую деталь довольно важную. Что касается шефов тайной полиции, то ни Дзержинский, ни Минжинский, ни Ягода не были членами Политбюро. Дзержинский был избран лишь кандидатом в члены Политбюро в 1924 году. Ягода стал членом ЦК партии в 1934 году. Берия вошел кандидатом в члены Политбюро в 1939 а полным членом Политбюро стал лишь в 1946 году. И следующим шефом тайной полиции и полным членом Политбюро стал только Андропов в 1973 году. Так что масштабы здесь как-то перепутаны. Интересно значит, что упоминается Евдокимов, который был близким приятелем Бабеля. он был избран в 1934 году, то есть после этой публикации, он был избран членом ЦК партии и в этом качестве один раз был приглашен на заседание Политбюро. Его биография Бабелю была хорошо известна. Если бы Политбюро приглашало Евдокимова, то Бабель несомненно это бы знал. Первый из этих материалов был напечатан в августе 1933 года. Вероятно каким-то образом связан с внезапным отъездом Бабеля из Парижа. Отъезд этот, судя по некоторым намекам, был неожиданным. Письме Юрия Анненкова от 24 июля 1933 года Бабель писал «Странный вызов из Москвы. Еду в самых драматических обстоятельствах без денег в долгах. Рад, что еду в Москву. Все остальное горько и смутно». Первая публикация Ив пошла в номер от 25 августа и была специально помечена август 1933 года. Иными словами, Николаевский с одной стороны торопился использовать в печати сведения, полученные от Бабеля, а с другой стороны позаботился датировать материал временем, когда Бабеля уже не было во Франции. настроениям. Настроениям Бабеля в 1932-1933 году тоже не вполне ясны. Судя по комментариям Анненкова, вопрос о постоянном пребывании на Западе в их разговорах обсуждался. Сейчас я возьму Анненкова и прочту, что там было написано. мы встретились, разговор был исключительно на тему как быть. У меня семья, жена, дочь, говорил Бабель, я люблю их и должен кормить их, но я не хочу ни в каком случае, чтобы они вернулись в Советчину. Они должны жить здесь на свободе, а я остаться тоже здесь и стать шофером такси, как героический Гайто Газданов, но ведь у него нет детей, возвращаться в нашу пролетарскую революцию. Революция, ищи, свящи ее. Пролетариат, пролетариат пролетел как дыровая пролетка, поломав колеса и остался без колес. Теперь братец напирают центральные комитеты, которые будут почище, им колеса не нужны, у них колеса заменены пулеметами. Все остальное ясно и не требует комментариев, как говорится, в хорошем обществе. Стать таксистом я, может быть, и не стану, хотя экзамен на право управлять машиной я, как вам известно, уже давным-давно выдержал. Здешний таксист гораздо свободнее чем советский ректор университета. Шофером или нет, но свободным гражданином я стану. Ну вот, значит, это дает нам некоторое представление о том, что его мучило бедного в этот момент. в любом случае времени на проверку бабелевских сведений, включенных в первый из материалов их, почти не оставалось. Скорее всего, сведения от бабеля подтвердили или дополнили то, что уже было известно Николаевскому. Либо Николаевский решил пожертвовать проверкой из-за спешки. Первое предположение означает, что роль бабеля в сочинении «Борьба за ГПО» была относительно невелика, во всяком случае, меньше, чем представляется при первом прочтении. А второе предположение означает, что Николаевский историк уступил в чем-то Николаевскому журналисту и политику. В самой общей форме мы могли бы квалифицировать мотивы Николаевского. Отчасти, вероятно, Николаевский руководствовался доводами из области журналистики. Отчасти рабочими, отчасти дружескими отношениями с Голем и какими-то еще мотивами, которые просто неизвестны нам. Я думаю, он отдавал себе отчет в том, что все, все эти мотивы не вполне совпадают с обязательствами историка. Отсюда его полуизвиняющаяся интонация в позднейшем письме Клуи Фишеру. Я должен был считаться с тогдашней обстановкой. То есть с политической и деловой конъюнктурой того времени. Попробуем разобраться, какие же обязательства профессионального историка Николаевский сознательно нарушал в данном случае. Ради безопасности своих источников, а что Бабель был одним из них, это несомненно, Николаевскому приходилось сознательно искажать географию источника и совмещать разнородную и неравноценную информацию из разных источников, переписывая эти данные одному вымышленному человеку. Заодно ему приходилось по причинам журнально-газетной практики воздерживаться от нормального критического освоения поступающей информации. То есть проверка и сведения в сравнении с теми, что мы приходили из других источников и так далее. Если сравнить эти потери в научно-исторической практике с тем, что происходило в то же время в исторической науке в митрополии, то легко заметить, что на советской почве творились вещи совершенно невообразимые в либеральных странах Европы, где сосредоточились культурные силы русской миграции. Конечно, летом и осенью 1933 года было еще довольно далеко до появления краткого курса истории ВКПБ, то есть это 1938 год. Но печально знаменитое дело историков уже погубило и изувечило судьбы 115 крупнейших специалистов исторической науки. А дело словистов как раз затевалось тогда, когда Бабель встречался с Николаевским и уезжал в Москву. регулярные набеги самого верхнего начальства в область истории отмечаются еще во времена Ленина. Но особо угрожающий характер они приобрели начиная с 1931 года, когда Сталин опубликовал в журнале «Пролетарская революция» статью о некоторых вопросах истории большевизма. Трор и его идеологическое обеспечение уже отразились на исторической науке и на подходе к истории как на личном, так и на общем уровне. И с этого времени начинается та массивная деформация истории как процесса и истории как науки об изменениях человеческого общества, которая кульминировала в откровенной фальсификации фактов и исторических данных, кражи чужих трудов лагиате в насильственном забвении неудобных источников в ложных атрибуциях и в недопустимой почти неизбежной политизации исторических штудий. Деформация основного тела культурной традиции в метрополии привела к тому, что последствия этой деформации стали сказываться даже так далеко в Берлине и Париже. Сами работники этой культурной традиции Николаевский, Гуль не подозревали, что, собственно, они делают и редуцировали свое восприятие до очевидных вещей, вплоть до позднейшего признания Николаевского. Я должен был считаться с тогдашней обстановкой. информация сама по себе представлялась куда более важной, нежели строгое соблюдение правил в отношении источника. В глазах Николаевского, вероятно, безопасность источника могла перевесить ценность информации, а академическая строгость должна была отступить перед злободневностью и важностью сообщения. Момент сознательного идеологического и политического противостояния Советчине затенял в вторичные и вынужденные последствия от конспиративно-журналистского подхода к истории. Ну, в качестве такой побочной иллюстрации можно привести пример из более позднего времени, когда Абдурахман Автарханов писал «Технологию власти». Значит, это 59-й год, то есть издание 59-го года. В более поздних работах, в частности в работе Майкла Дэвида Фокса, которая была напечатана в 95-м году, значит, он с восторгом упрекал Автарханова в том, что тот допускает ложные утверждения, настаивая на том, что он был свидетелем каких-то вещей, каких-то событий, а на самом деле его там просто не могло быть, потому что он в этот момент находился в другом месте. Я понимаю, так сказать, пафос, когда историк ловит предыдущего автора на какой-то неточности. Но в данном случае я догадываюсь, что здесь было важно и что здесь играло решающую роль. Человек, который был главным источником Автархана, его фамилия искажена Автарханова, дает искаженную фамилию, а я, к сожалению, не помню сейчас настоящий. Но он был жив. Он в это время сидел. То есть он сидел до 56-го во всяком случае года, и он еще был жив. И Автарханов не хотел его подставлять. Поэтому он приписал себе то, что этот человек рассказывал ему. Возникли детальные противоречия, отмеченные в поздней исторической работе. Так, на этом я, наверное, прервусь. Да, пора. Если есть какие-то вопросы, я попробую на них ответить. Я напомню, что мы поднимаем руки, когда задаем вопрос, что мы стараемся уважиться в три минуты, а все остальные соображения ставим на вторую стадию обсуждения этого текста, этого выступления. я вижу первый вопрос Марка Карповского. Пожалуйста, Марк, включите себя. Вы меня слышите, да? Да. Саша, спасибо огромное. Масса интересных деталей для людей, менее сведущих в этих деталях. я не могу дать какое-то описание отношения Бабеля с ГПУ, ОГПУ, историю развития отношений. И чем это мотивировалось у Бабеля? Любопытством, какой-то моральной невменяемостью, так сказать, что можно, почему человек, который довольно хорошо все понимал, тем не менее занимался такими довольно грязными делами? Я не могу тебе ответить с полной надежностью, так сказать. Кроме того, когда ты говоришь, что он занимался грязными делами, мне тоже не совсем понятно, о чем ты думаешь. Он поддерживал отношения с этими людьми, это правда. Он делал это совершенно сознательно. То есть у него никаких иллюзий в этом смысле я не вижу. Я думаю, что их не было. В одном из воспоминаний, кто, я уже не помню, кто это был, кто-то оказался свидетелем, значит, Бабель вместе с этим человеком присутствовал, значит, когда кто-то из чекистов показывал волка пойманного и, значит, заточенного в клетку. и они ходили специально смотреть на этого волка. Очевидно, что тот, кто писал об этом, испытывал, видимо, испытывал, то есть внешне, испытывал как бы некое отвращение или, в общем, неудовольствие. и Бабель ему сказал, это, как он сказал, это некрасиво, но это интересно. Вот этот интерес к теневой стороне, так сказать, жизни, к закулисной, к закулисной стороне всего этого дела, у Бабеля был очень силен. В высшей степени. Очевидно, в высшей степени. И он очень много знал такого, чего как бы обычный человек не знал. По каким-то воспоминаниям он улучил такой момент, когда они остались с Ягодой вдвоем. Это у Горького было. И он открытым текстом спросил у Ягоды, что делать, если я к вам попаду. Ягода также прямым образом ему сказал, ничего не надо подписывать. И на этом их диалог, так сказать, завершился. мы знаем, что Бабель поддерживал дружеские отношения с мадам Ежовой. Она держала что-то вроде салона, и Бабель там бывал. Он приводил туда Утесова, в частности. ее настоящая фамилия была Фейгенберг. Она была из Гомеля родом. И насколько мы знаем, она несколько раз пыталась хлопотать за каких-то несчастных арестованных. Удалось ли это? Ну, в общем, вряд ли ей это удалось? Считается, что она покончила жизнь самоубийством уже после ареста Ежова. Но, конечно, там он мог очень многое услышать и увидеть. Ну, такой был человек. Сейчас его легко судить, но тогда это было несколько сложнее. А почему такой человек, который так много понимал, решил возвращаться, что было исключительно опасно для него самого? Ну, как мы не можем наверняка это сказать, это очень трудно сказать, но значит, у него были постоянные романы. И так, судя по всему, в 32-33 году у него уже начался роман с будущей второй женой Антониной Пирожковой, которая оставалась в Москве и которая родила ему дочку. Она, кстати, эмигрировала вместе с дочкой и с позднейшим семейством. эмигрировали в Штаты, это было уже в 90-х годах. И она умерла где-то во Флориде. значит, у него был как бы по крайней мере этот стимул вернуться. Но кроме того, он очень хорошо знал, что зарабатывать на Западе ему будет исключительно трудно, если вообще возможно. В Советском Союзе он худо, бедно, но зарабатывал достаточно, чтобы переводить деньги своей матери и своей жене в Бельгию. У него хватало еще, так сказать, на свои расходы. Ну, и мы знаем, что советские авторы получали гонорары на порядок выше, чем все, что делалось на Западе. То есть это тоже был второй стимул, он тоже был очень важен. И я думаю, что был еще третий стимул, он считал, наверное, что его читатель все-таки находится в Советском Союзе. Я думаю, что его читатель на Западе был, русскоязычный читатель на Западе был относительно невелик. Ты думаешь, он не понимал, чем он рискует, возвращаясь? Понимаешь, я с тобой согласен. В том смысле, что он, наверное, понимал, если не полностью, то хотя бы отчасти понимал. Но эти люди привыкли рисковать. они жили в зоне высокого риска с самого начала 2017 года. И создалась некая привычка, некая нечувствительность к риску. на Давай передадим другому слово. Можете встать снова в очередь. И у меня просьба, вот вы как раз и сделали, опускать руку после вопросов. Роман, пожалуйста. Спасибо большое, Александр. У меня вопрос несколько не относящийся к Бабели, но тем не менее. Я всегда задавался вопросом, каким образом Автарханов оказался на Западе. Может быть, вы могли бы прояснить это? Ой, это поэма. Авантюрный роман. его бедного арестовали. И дали ему для начала ссылку в Чечню, в Чечне, откуда он был родом. Из Чечни, да. Значит, дальше происходили такие невероятные вещи. Дело в том, что году так в 39 или в конце 39 года в Чечне возникла освобожденная территория. То есть произошел мятеж в горах и какая-то часть горной территории Чечни была не под советской властью. Они были сами по себе. В этом контексте вызвали Автарханова и сделали ему следующее предложение. Кажется, это был Берия. Я не уверен. Ему предложили проникнуть в стан восставших, войти в доверие к лидеру этого дела и этого лидера убить. в теории это выглядело совершенно возможным, потому что был какой-то момент в Чечне на раннем этапе, когда там существовала только одна школа верхней ступени, то есть старшие классы. И в этой школе учились все дети, способные дети этого народа, в том числе и Автарханов. И лидер этого восстания, Автарханов его не называет в своих воспоминаниях, тоже учился в этой школе, то есть они однокашники. Автарханов согласился на это предложение и через некоторое время ушел на освобожденную территорию. Он пишет, что на самом деле этот лидер уже вошел с ним в какой-то контакт и у них уже были какие-то договоренности. Короче, говоря, он оказался на этой освобожденной территории. Прошло еще некоторое время и началась Отечественная война, стремительное движение немцев в сторону Кавказа и чеченцы отправили своего посланца, полномочного представителя, а именно Автарханова, они его послали с долинью фронта, чтобы он вошел в контакт с германским правительством и предложил им союз с правительством освобожденной Чечни. Ну, что так и произошло, то есть он ушел, прошел через фронт, немцы его, значит, взяли, почему-то отношения с независимым правительством Чечни их не особенно заинтересовали, но он сам заинтересовал и они его привезли в Берлин и он там некоторое время существовал. Потом, когда освободили Германию и Австрию, ему, конечно, бедному пришлось прятаться. Ну, а потом, значит, ситуация несколько нормализовалась, возник этот институт изучения Советского Союза в Мюнхене, его туда охотно взяли и он там начал работать. Там-то он начал писать свою технологию власти. Ну, вот, я не знаю, ответ это на ваш вопрос или нет. Спасибо большое. Во всяком случае, какая-то ясность есть. Да, какие-то детали появились. Ага, Марина, пожалуйста, Казанова, поздравляю вас с поднятой рукой. Я помню предыдущий опыт. Пожалуйста, включить микрофон. Марина. Так. Все. Ага. Слышно? Слышно. Спасибо. Во-первых, Саша, здравствуйте, очень-очень рада вас видеть и еще более рада вас слышать. Я хотела вернуться, может быть, к вопросу Марка. А для меня бабель до сих пор загадка в том смысле, что невероятно лирические, гениальные рассказы. И есть кунармия, очень сильная. Но я не... Вот вы сегодня сказали замечательную фразу. Это страшно, но это интересно. Вот как относиться к этим рассказам из цикла конармии. То есть как он сам к этому относился. Вот эта жестокость, вот эти детали. Это было ему интересно или что, или просто, ну, не знаю, ваш лучший ответ хочу услышать. что это такое? Спасибо. К счастью, в этой области у нас есть отчетливый ответ, потому что опубликованы дневники Бабин, аккурат совпадающие с материалом конармии. И там видно, как он по-настоящему относился к всему этому делу. И контраст, конечно, очень сильный. Это настоящий, серьезный контраст. Так что, если вы хотите, вы можете посмотреть просто его дневники. И как бы ответ там гораздо лучше, чем все, что я могу предложить. Но контраст по отношению к тому, что было в дневниках и то, что было в рассказах, этот контраст. Да. Там есть конкретные просто совпадения. Видно, что описывается один и тот же сюжет в дневнике и в рассказе. И по разнице описаний мы понимаем, что он думал в этот момент. Спасибо. Посмотрим. Может быть, все-таки хотя бы один пример приведите? Ну, значит, люди, которые занимались этим подробно, писали, что в дневниках еврейская тема звучит намного глубже и как бы серьезнее, чем она звучит в самой конармии. В конармии есть какой-то момент двусмысленности. То есть, он констатирует глубокий антисемитизм казацкой среды, люди, с которыми он живет. но он их за это не ругает. Но в дневниках видно, что он такие ругают и что это вызывает у него глубокое отвращение и глубокую грусть, потому что он отчетливо осознает, что это конец огромной культуры, которая бесследно исчезает на его глазах с кровью. Марина, закончили? Да, спасибо. Попустите руку. Поскольку пока нет заданных вопросов, я задам вопрос. Возвращаясь к вашему сообщению. Вы говорите, что Николаевский старался в общем-то защитить свои источники, защитить не в смысле даже скрытие имя, имена он называл, а защитить их от каких-то нападок. Но на самом деле все тексты, которые вы приводите, они вообще настолько страшные, что он не мог не понимать, что они будут являться предметом расследования и преследования. Как вы считаете? Вот это мой вопрос. конечно догадывался, что игра стоит этих самых фич. Ну судебно, любопытно, судебно-следственном деле разговор о Николаевском встречается. Сейчас я найду одну секунду. . Газ . . . . . Спасибо. Запись такая. «Бытность в Париже в 1925 году я встречался с троцкистом Сувариным, меньшевиком Николаевским, белыми мигрантами Ремезовой, Цветаевой и невозвращенцем Грановским». Бабель здесь говорит заведомую ерунду. То есть просто, можно сказать, врет, не стесняясь. И это легко показать, потому что в 1925 году, о котором идет речь, Грановский был советским режиссером, жил в Москве. А Николаевского он просто не знал. По словам Николаевского, их знакомство состоялось именно летом 1933 года. То есть он дает ложные сведения на допросе. Ну, скорее всего, для того, чтобы, если будет судебный процесс, то на судебном процессе можно было бы упрекнуть следствие в том, что они приписывают ему заведомую ерунду. Так сказать, что эти показания не серьезные, так сказать. Ну, такие вещи входили тогда, так сказать, в круг интересов, в круг возможных этих самых. Поведение на допросах, короче говоря, это отдельная тема и отдельная зона непонятного во многом. Я не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет. Я тогда переформулирую его. Как вы думаете, давал ли Бабель согласие на то, чтобы опубликовались или приписывались ему эти сведения? А кто его знает? Понятно. То есть любое утверждение как бы не выдерживает никакой критики. Может, да, может и нет. Понятно. Ну, тогда как бы непонятно. Понятно, что, например, то, что фиксирует Анненков, как один из последних разговоров, что подразумевалось или было высказано, или подразумевалось, что эти сведения в печать никак не попадут. Потому что это, так сказать, был такой конкретный настоящий донос на Бабеля. Когда он там пишет, что шофер такси свободнее, чем ректор Советского университета. Тут, очевидно, даже размышлять не надо, что его ждет. Понятно. Так, Миша Штальман, включите микрофон, пожалуйста. Спасибо большое вам, господин Грибанов. Я первый раз, значит, я не могу вас по имени называть, как остальные. Вот я помню, или в конце 80-х, или в начале 90-х, значит, мне попались рассказы Андрея Соболева. Я поразился, насколько похоже вообще по стилю. Если бы я не видел автора, я бы подумал, что это принадлежит Бабелю. Вот скажите, это что было подражание, или вообще манера такая распространенная? Скорее всего, манера. Какой-то круг литераторов, то ли вслед за Бабелем, то ли независимо от него, но пытались разрабатывать такую же стилистику. Ну, то есть, очень похоже просто. Понятно. Похоже. Это бывает. Понятно. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Миша. Опускайте руку. Марк, пожалуйста. Спасибо. Саша, я хотел тебя еще спросить. Может быть, ты что-то знаешь о судьбе Бабеля в современной Украине? С одной стороны, он великий украинский писатель, когда речь идет об адресских рассказах, по-сам случае. С другой стороны, у него есть явно сотрудничество с коммунистическим режимом, и в Украине происходит декоммунизация. Я, к сожалению, ничего не могу тебе серьезного ответить. Я думаю, что есть люди, которые вполне, так сказать, по-настоящему этим занимаются, но я не имею доступа никакой информации на этот счет пока, во всяком случае. Одного памятника или мемориальной доски на Украине или в Одессе? В Одессе, я думаю, есть. Но где бы это ни было еще, я не знаю. Ты имеешь в виду мемориальная доска, да? Да, я думаю, что мемориальная доска в Одессе существует. Понятно. Спасибо, Марк. Борис Бронный? У меня, на самом деле, такой вопрос. Есть сведения, что жена Ежола была любовницей Бабеля. Поэтому, наверное, через нее могла как-то информация идти. Например, расположение там этого самого... С чего вы начали расположение этого строения, где там помещение Сталина, Кагановича и так далее. Это может быть вообще каким-то вариантом? Думаю, что нет. Она, кажется, была его любовницей, но задолго до того, как она стала женой Ежова. Она, ну, это тогда было принято. Она была близка, там, с целым кругом лиц. У нее было двое уже до Ежова. Но насколько она серьезно могла... Нет, я думаю, что она... Ну, Ежов, он не могла давать. Ежов, Питер, так сказать, как бы не просто стал главой НКВД. Он же был аппаратчиком большим в течение долгого времени. Это правда, да. Но он был не такой человек, чтобы лишнее болтать. У них были сложные отношения, насколько я знаю, и вообще у него. Они были очень сложные. Мы сейчас вопрос еще пока задаем. Хорошо, последний вопрос тогда, короткий. Скажите, а какое было отношение социалистического вестника к Горькому? Ну, вы видите, самый Николаевский относился к нему довольно-таки резко. Как относились другие, черт его знает. Я не помню. Наверное, не очень хорошо. Но это было связано с тем, что в политическом отношении они его ни во что не ставили после его возвращения в Советский Союз и согласия играть эту роль рекламы, роль такого фиктивного, так сказать, культурного контекста для всего ужаса и для всего происходящего. Кроме того, я думаю, что они были очень резко настроены в связи с публикацией книги о Беломоро-Балтийском канале. Я понимаю. Потому что он был несомненным инициатором этого дела. Во всяком случае, внешне он был инициатором этого дела. И сам составлял, как были, списки тех, кто должен был туда ехать. В смысле, в списке делегаций писателей. Не слышу, простите. Вы имеете в виду списки делегаций писателей, которые должны были ехать? Списки писателей, которые вошли в эту бригаду. Да, в бригаду. Ну, там в этом списке был, например, Зощенко. И куча еще всякого другого народа. Я знаю, да. Замечательно, что при этом одним из участников этой бригады был Виктор Борисович Кловский. Его, так сказать, поведение было отчетливым, поскольку он... У него был брат, как раз там, вот на Беломоро-Балтийском канале. И Виктор Борисович рассчитывал его повидать. Что и произошло. Он его повидал. Когда он вернулся в Москву, то его кто-то спросил, говорит, как вы себя там чувствовали? Он подумав, сказал, как лиса в меховой лавке. Я понял. Замечательно. У меня еще есть вопросы, но я дам другим, потом задам. Давай, можно встать еще раз в очередь. Леонид Нейман, пожалуйста. Здравствуйте. Большое спасибо за очень интересное сообщение. Я могу сделать дополнение или вы еще пока вопросы? Пока мы задаем вопросы. Мы с удовольствием потом вас поставим на выступление. Хорошо. Хорошо? Да. Так, есть ли еще вопросы? Ну, у меня есть вопрос, но я говорю, что... Давай, Борис. Давай, давай. Потому что Леонид будет тогда уже выступать первым. Ага, потом. Хорошо. Вот вы упоминали Толстого. Как этот самый... Ну, у меня просто есть некоторые сомнения в его откровенности. Я думаю, папа Пашев в Советском Союзе. Он понял, что надо держать рот за зубами. Язык за зубами. Это правда, он понял. Но, когда он выезжал за границу, он считал, что он, так сказать, получает некоторую свободу. Ну, в ограниченных масштабах. Тут еще надо учесть, что он уезжал не просто от советского режима на пару недель, скажем. А он еще уезжал от жены и там, ну и так далее. И использовал это время с большой, так сказать, интенсивностью. И Гуль об этом открыто пишет, что, значит, там фигурировали какие-то девушки. И Толстой регулярно просил Гуля, чтобы он за него рассчитался с этими девушками. Ну, и, так сказать, соответственно, свобода выражения была другая. И он, конечно, мог рассчитывать на Гуля, что Гуль не заложит его. Но там вообще, так сказать, все же... Там есть, например, в переписке есть фрагменты, связанные с визитом Федина. А это не Толстой, это совсем другой человек, куда более сдержанный. Толстой хулиган, так сказать, и выпивоха. Но Федина тоже там в разговорах с Гулем дает очень, так сказать, сильные такие-то отступления от официальной информации. И если бы это стало известно, то только вы этого Федина и видели тогда бы. Но нет, вот видите, он проскочил через все эти самые неприятности. Вообще отношения с эмигрантами, они очень интересные. Если вы помните рассказ... Давайте я поставлю вас вторым после Леонида Наймана, хорошо, Наймана? Хорошо, хорошо. И мы уже перейдем к вступлениям. Роман, сейчас еще один только... Роман Баран, у вас еще вопрос или в вступление? Вопрос еще. У меня короткий вопрос. Вы упомянули, что Сталин единственный человек, которого боялся Сталин? Я не слышал вас почти что. Я плохо вас слышал. Значит, вы упоминали, что Сталин единственный человек, которого опасался, боялся, уважал, или я уж не знаю кто. Как это был Горький? А чем вы это объясняете вообще, в принципе? Это все ерунда собачья. Ничего он Горького не боялся. Он просто вел определенную игру до определенного времени, а потом, когда эта игра подошла к концу, он убрал его, не поперыхнувшись. Потому что есть вполне достаточные основания считать, что Горькому помогли умереть. Да, я знаю. Спасибо. Спасибо, Роман, спасибо. Леонид, пожалуйста. Спасибо. Я отвечу на вопрос, который задал Марк. В Одессе есть мемориальная доска на том здании, где жил Бабель, а напротив этого дома был поставлен памятник. Причем памятник, опять-таки интересно, был поставлен абсолютно на народные деньги. Он был поставлен в 2000-х и реально собирали деньги на установку памятника. Отношение в Украине не только к Бабелю, но и ко всей Одесской школе резко отрицательное сегодня. В Одессе существует Одесский литературный музей. Основа этого музея – это практически история южно-русской писательской группы Бабель, Ильфи Петров, все одесситы. И сегодня, в общем-то, музей фактически не работает, потому что многие экспонаты оттуда, личные вещи, допустим, там очень много личных вещей Бабеля. Его знаменитые очки, вот эти круглые. Когда-то Пирожкова, вдова Бабеля, подарила музею. Это все спрятано, потому что музей постоянно обстреливается, так как он практически находится над портом. Но вообще, фактически, сегодня стоит большой-большой вопрос, или музей вообще откроется. Это как бы отношение абсолютно отрицательное. Вот это, их считают русскими, не украинскими, их, безусловно, считают русскими писателями, нерусскоговорящими даже. Вот, по поводу, небольшое добавление по поводу Николаевского. В 20-е годы он редактировал и выпускал в Берлине журнал «Новая русская книга». Журнал был посвящен фактически советской литературе с большими обзорами. С ним очень активно сотрудничал Илья Эренбург, который писал, был основным автором этого журнала. И поэтому, я думаю, он очень хорошо знал ситуацию в советской литературе того времени. Они, во-первых, рекламировали всех писателей, которые приезжали из Советского Союза. А это были практически кто есть кто в литературе. И если вам интересно, есть такая книга, которая называется «Русский Берлин». Это книга Флейшнера, где он описывает на материалах архива Николаевского, он описывает вот жизнь этого журнала. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что мы на обсуждение даем 10 минут. У меня стоят песочные часы. И как бы следующий, Борис Бронный, кто хочет еще поднимать руку. На самом деле, у меня мало что сказать, но маленькие замечания просто. Замечания, вопросы. Вот, если вы помните рассказа Западня, Зощенко, который начинается так. Мой приятель, между прочим, поэт, съездил за границу. Ну, потом идет, значит, описание. После этого герой попадает в туалет, из которого он никак не может найти выход. Потому что он не знает, что нужно дернуть, то самое, ручку от машинки. Это ему никак в голову не приходит. И после этого, так сказать, там немцы собрались, они чушукаются, не понимают, кричат. Ну, тут подходит, кто-то начинает говорить по-русски. Вот, и помогает ему. Он говорит, я иммигрант, но эту я, значит, немецкую всякую колбасню сам не люблю. Мой приятель, он говорит, значит, рассказчик, с иммигрантом, конечно, в разговор не вступил. Поднял, значит, воротничок от пиджака и пошагал дальше. Вот отношения между советскими писателями, которые выезжали за границу, иммигрантами, меня чрезвычайно интересуют. Есть какой-то суммированный опыт? Можете сказать несколько слов? Это вообще часть большой темы, почти не исследованная. Тема – это неконтролируемые связи между метрополией и диаспорой. И по отрывочным всяким вещам мы знаем, что эти связи существовали, а как они осуществлялись, это, так сказать, предстоит еще выяснять. Ну, например, существовала переписка между Замятиным и Ахматовой. Замятина из Парижа, Ахматова, значит, из Питера. Но мы знаем, что эта переписка осуществлялась через третьих лиц. То есть кто-то дал свой адрес со мной и так далее. Я видел письмо своими глазами и своими руками. Письмо, по-моему, с 40-го года из Парижа. Женщина, я не знаю, кто это была. Женщина писала адресату, адресатке на самом деле, которая жила в Советском Союзе. Это подробное описание похорон Шестова. Прошло ли это через официальную почту или это доставлено было левым путем, я не могу сказать. Это трудно. Но есть другие примеры, скажем, есть записка Якобсона и Романа Иосифовича. Это, я думаю, 51-й или 52-й год. Адресованная Кириллу Федоровичу Тарановскому. Кирилл Федорович Тарановский в это время профессор университета в Белграде. И действительно великий специалист по русской поэзии. И Кобсон говорит, я слышал, что ты собираешься писать рецензию на книгу Лихачева Дмитрия Сергеевича. Это, я так понимаю, что это первая книга Лихачева послевоенного, так сказать, периода. Что-то по древней русской литературе, я не помню сейчас что. И Кобсон ему пишут, я тебя прошу или там я советую, будь с ним помягче. Это очень хороший человек. И у меня простой вопрос возникает. Откуда Лихачев знает, что Лихачев хороший человек? Лихачев уехал из России. Он еще не знал, Лихачев еще просто никто. Он еще студент, кажется, только. Потом он сидит, значит, о нем никаких сведений нету. То есть, другими словами, сведения могли пройти только через неофициальные источники. Но они прошли. Вот такого рода связи, они время от времени вдруг засвечиваются. Они возникают. И это всегда производит, на меня, во всяком случае, это производит сильное впечатление. Значит, несмотря на огромные усилия, потраченные на то, чтобы разрезать все напополам, где-то там что-то проникает, что-то проходит. Еще вопрос относительно... Я вам не давала слова. Ага, Борис, продолжайте. Сейчас я закончу. А относительно вот этого, значит, собрания прогрессивных писателей в Париже, в каком-то был газу, в 35-м, по-моему, да? Да. То есть, он, значит, Бабель был и в 33-м, и в 35-м, или вы его не выпустили в 35-м? В 35-м у него была командировка, последняя поездка. Очень короткая. Понятно. И во время этой, так сказать, поездки, с кем он общался и, так сказать, что-нибудь вы можете сказать? Он, несомненно, общался с Эренбургом, который просто возглавлял все это хозяйство. Который был там. Несомненно, он общался с Толстым, с Алексеем Николаевичем, который был членом этой делегации. Он переводил на французский выступление Пастернака на этом съезде. Видел ли он еще кого-то? Ну, наверное, видел, но, так сказать, никаких следов, больших, отчетливых следов не осталось. Он сам выступал, да, или нет? Он и сам выступал, да. Он и сам выступал. Понятно. Спасибо большое. Следующий выступает Максим Каменецкий. Включите себя, пожалуйста, Максим. Спасибо. Спасибо большое. Саша, спасибо большое за очень интересный рассказ. Я хотел прокомментировать вопрос, который всех чрезвычайно всегда занимает, и меня тоже, в отношении того, как надо было поступать вот таким людям, как Пабель, которые выезжали на Запад в 30-е годы, и остаться там или возвращаться, вот эта дилемма. Я думаю, что это чрезвычайно актуально для нас сейчас, потому что мир все больше приближается к такой же ситуации, как была тогда, и неясно, где лучше находиться в такие чрезвычайно тревожные, мягко говоря, времена. И вот это совершенно неоднозначно, как все мы думали в свое время наивно, когда мы сидели за железным занавесом и думали про этих же людей, и нам казалось совершенно очевидным, что это было безумие такое в эти годы возвращаться назад, становиться возвращенцем. А теперь я думаю, что это вовсе не так однозначно, потому что, ну, например, вспомним, во-первых, то, что, допустим, вот только что упомянуто было, что и Пастернак выезжал и возвращался, но, как мы знаем, все же он умер в своей постели. Ну, там были большие проблемы в связи с получением Нобелевской премии, но все-таки он умер, в отличие от Бавеля в своей постели. И еще я очень часто думал в разные периоды о Фальке. Вот это такой замечательный пример, когда человек уже жил в Париже, как бы уже практически уехал, все, и там жил. А потом в 1938 году вернулся, и все-таки он выжил. То есть, ну, он жил очень бедно, как раз таксист, если говорить, то он жил, может быть, наверное, беднее, чем таксисты. Но он выжил, и он умер в своей смерти. Поэтому в те времена, в 30-е годы, ситуация была такая, что вообще, ну, если оставаться в рамках Европы, то неясно было, куда. Кстати, Америка тоже была не сахар. Только что я прочел замечательную статью в Нью-Йоркере о том, как травили Чарли Чаплина, и он, в конце концов, вынужден был из Америки уехать, и последние 20 лет прожил в Европе. Поэтому, в общем-то, вот когда наступают такие... Мы просто привыкли в нашей жизни, нам всем сильно повезло, что мы жили в тот период истории мировой чрезвычайно вегетарианский. А сейчас мы вступили в такую... Сейчас две войны идут, чрезвычайно неприятные. И мы вступили в такой... И одна за другой страны становятся, так сказать, переходят в режим диктатуры. И вот мы уже должны думать, что ситуация сейчас резко ухудшилась, и рассматривать эти исторические вопросы с этой точки зрения. Все совершенно становится сложным. Спасибо за внимание. Сейчас я, прежде чем Саше, дам снова слово. Повторите, пожалуйста, имя, кого вы назвали. Вы сказали Фальк? Фальк. Фальк, ага. Все, я не расслышал. Ага, спасибо. Саша, вы хотите откомментировать? Художник, художник Фальк. Я знаю, я знаю. В Новосибирске была первая выставка. Чего там комментировать? Так. Конечно, в Европе того времени уцелеть было очень, так сказать, трудно и непросто. Но вот тот же Суварин уцелел, потому что он прятался, но он очень хорошо прятался где-то там на юге Франции. Ему повезло, и, так сказать, его не убили. Но есть несколько примеров совершенно потрясающих. Значит, в сороковом году произошел, так сказать, беспрецедентный такой фокус. Значит, вообразите себе, на мосту в Белостоке разделены, значит, река разделяет немецкую зону оккупации и советскую зону оккупации. Происходит передача большой команды еврейских коммунистов из Германии из Советского Союза, где они были арестованы. Их передают гестапо. Такой подарок небольшой. И мы обо всем этом знаем, потому что в этой кампании оказалось три человека, которые выжили. Значит, один человек выжил, потому что он был не еврей. Или, во всяком случае, было не очевидно, что он еврей. Это физик, его звали Лаутерман, скажется. Значит, он не просто выжил, а он, так сказать, даже в концлагерь на немецкой стороне не попал. Гайзенберг его вызволил и включил в свою команду, и он работал там уже по своей специальности. Другой человек выжил, женщина. Она не была еврейкой. Ее звали Маргарет. То есть она известна под фамилией Маргарет Бубер-Нойман. Настоящая ее фамилия Гросс. Она вышла замуж, кажется, за племянника Мартина Бубера. Получила от него первую часть своей фамилии. А потом она вышла замуж за Генриха Гайнца Ноймана. Да. Значит, это был секретарь Компартии Германии. Она вместе с ним бежала, значит, из Германии. Бежала она в Советский Союз, где этого самого мужа ее, естественно, расстреляли. Ее посадили, значит. А потом вот она была включена в порядке, значит, как подарок. Она была включена вот в эту команду на мосту в Белостоке. Ее отправили сразу же в этот самый лагерь, как его, сейчас я вспомню, Берген-Бельсен. И она там довольно-таки устойчиво продержалась до самого освобождения. Дальше, значит, да, и был третий человек. Он был инженер, занимался холодильными, по-моему, установками. Его звали Цибульский. У него была вторая часть фамилии, Еврейская. Он его забыл. Значит, он работал по контракту, он работал в Харькове, в этом самом знаменитом физико-техническом институте, где его благополучно и арестовали. Дальше его обрабатывали, обрабатывали, значит, в конце концов не убили, но посадили. А потом решили, что что там пропадать добру, и передали его в дестапо. Он попал тоже в концлагерь, но и в концлагерь они его, как-то он, в общем, выдержал, вынес, выжил, одним словом. Значит, он написал воспоминания, подробные такие, большой тон довольно. И это самое Маргарет Бубер Нойман тоже написала воспоминания. Они существуют в английском переводе. Но потом эта, как бы, даже история не совсем кончилась, потому что во Франции уже в начале, сам в начале 50-х годов был процесс такого человека, то есть был процесс газеты «Либерасьон». Газету «Либерасьон» привлекли к суду, потому что, за клевету, привлек их человек по фамилии Кравченко. Его звали Виктор Кравченко. Он был советский инженер, который был невозвращенец. И остался он в Америке. Он был членом комиссии по закупке военных материалов во время войны. Там он себе нашел даму, стал невозвращенцем, написал книгу. Она называлась «Я выбрал свободу», что-то такое. Очень громкое что-то. Да-да, так и называлось. Короче говоря, его во французской прессе, вот эта самая газета, это была коммунистическая газета «Либерасьон», они его объявили жуликом, сказали, что все это было сделано в ЦРУ, а он, так сказать, только подпись свою поставил. И все это вранье, конечно. Но он сам не поленился и подпадал на них в суд. Был грандиозный суд. Значит, на этот суд привезли... У него были, да, надо сказать, у него был замечательный адвокат. Пожилой человек, знаменитый во Франции, как адвокат. Но, кроме того, участник сопротивления, что очень, так сказать, сильно меняло отношения. Ну вот, он, значит, притащил на процесс кучу народу из второй эмиграции, из людей, которых немцы вывезли там и так далее. И они выступали и, значит, подтверждали, что да, действительно, творились там кошмары и всякое такое. Ну, в общем, нормально все. Ну, соответственно, цвет французской литературы того времени шельмовал их абсолютно беспощадно. Издевались над ними. Пользовались тем, что они дезориентированы, не знают французского языка. Ну, в общем, все было в пользу этих самых ответчиков. Но споткнулись они вот на двух свидетелях. Одним свидетелем была эта самая Маргарет Бубернойман, а другим свидетелем был Юлиус Марголин. Такой еврейский человек, философ, автор очень сильной книги. Называлось «Путешествие в страну языка». Эти ребята двое знали французский язык. У них с этим делом было все в понятке. И они были очень грамотные, очень хорошо подготовленные. И они таки заставили суд принять позицию Кравченко. Ну, другое дело, что Либерасен от этого дела, так сказать, легко отмылось потом. Ничего страшного с ними не произошло. Но все-таки на какое-то время удалось что-то доказать в суде. Есть даже мнение, что этот процесс сыграл роль лишь в том, что Компартия французская не пришла к власти в то время. Ну, может быть, да. Но это, так сказать, там, наверное, были другие. А это был очень кромкий процесс. Возможно, да. Но были и другие факторы. Саша, по-моему, это было не «Либерасен», а «Леттер францесс», другая газета. Ну, я, может, ошибаюсь, Марк? Ну, мне так кажется. Может, я ошибаюсь. По-моему, это не «Либерасен». «Либерасен» не было никогда такого рода газетой. Ну, в общем, так сказать, по-моему, ты ошибся. Неважно. Ну, да. Я думаю, вот к чему. К тому, что как бы люди не прыгали и как бы люди не прятались, но в 20 веке с ними творили бог знает что. И никогда не было известно, где тебя возьмут за задницу, а где отпустят. Непредсказуемая была ситуация. Особенно, если ты... В частности, в позиции Фалька попробуем представить себе, что бы с ним сделали с этим Фальком. Останется он во Франции и попадет в оккупацию. Это и дело. То же самое Фалька. Если бы Фальк остался... Вот я об этом говорил. Ну, страшно подумать. Русские эмигранты выжили в основном. Русские эмигранты выжили. Русские? Что значит русские? Ну, русские, этнические русские, которые были в эмиграции. Кто же говорит про этнических русских? Мы тут не этнические русские, ребята. Нет, можно даже про этнических. Максим, вы закончили? Потому что есть желающие еще высказаться. Я закончил, да. Мы просто... Я 10 минут точно не говорил. У меня работают песочные часы, но Саша еще ваше время немножко использовал. Все. Нет, нет, я не против. Я вас... Я спрашиваю вас. Вы закончили? Я просто... Я просто хотел сказать, что это вот сейчас замечание было связано с тем, что я забыл, конечно, подчеркнуть, хотя это, я думаю, всем понятно, что когда я говорил о тем, что некуда было деваться, я имел в виду, конечно, евреев только. И Фальк, конечно, был еврей. И Бабель, мне кажется, все знают, что Бабель тоже был еврей. Поэтому говорить о неевреях, конечно, неевреям в этот период Второй мировой войны было просто, по сравнению с евреями, просто нечего опасаться. Это понятно. Я просто... Как говорить, я не давала слова, там есть еще люди, которые стоят. Я между двумя докладчиками хочу прочитать один чат, который исчезнет, как только мы закроем эфир. Совершенно замечательный рассказ и просто замечательный профессиональный подход. Настоящий... Сейчас, секундочку. Исторический подход. Спасибо, Игорь Ядович. Так, значит, следующий... Лев, пожалуйста, вам слово. Можно мне вставить? А, да-да-да-да-да-да. Насчет этнических и неэтнических. Если это кого-то интересует, есть такая книжка, автор ее Варшавский. Называется «Незамеченное поколение». И там в конце книги просто список людей из русской эмиграции, которые погибли так или иначе во время Второй мировой войны. Это колоссальный список. Есть над чем подумать. Начать с того, что само слово сопротивление, резистанс, было выдумано двумя эмигрантами из России Вильдой и Левицким. Они начали издавать газету под таким названием, и потом это слово выросло до его нынешнего значения. Это самое... Среди погибших была, например, такая знаменитая дама, ее была фамилия, то есть ее поздняя фамилия Кузьмина Караваева, Елизавета Кузьмина Караваева. Она известна еще как мать Мария. Ее взяли в концлагерь, и она там за кого-то из еврейских своих подруг пошла в печку, чтобы та смогла прожить немножко дольше. Там тоже с остальными неевреями тоже еще очень много всякого странного и неоднозначного во всяком случае. Да, прошу дальше. Да, Лев, пожалуйста. Максим, опустите руку, если только вы еще у экрана. Ага. Я, прежде всего, хотел вывести благодарность и восхищение нашим докладчикам. Вообще, я каждый раз думаю, что вот, Саша, ну, просто в самой твоей личности это уже целая эпоха заключается, и очень хотелось бы как-то это все вобрать, но это, конечно, совершенно невозможно. Вот. И было бы, наверное, очень важно, чтобы все-таки это осталось наследство, как где-то написанное, где-то изложенное. все это. Вот. Это то, что касается доклада. Я могу только выразить свою благодарность и восхищение. А то, что я собирался, я вообще-то не собирался выступать, особенно, но мое внимание привлекло выступление Максима. И мне хочется что-то по этому поводу сказать. Это не по теме доклада. Я не знаю, разрешают ли мне ведущие выступить мне по теме доклада. Если нет, то... Говорите, говорите. У вас 10 минут. Может быть, будет даже больше. Не знаю. Но дело вот в чем. Я наблюдаю сейчас всюду, например, публикации на Фейсбуке, там и всякие другие личные разговоры. Я наблюдаю вот в рядах нашей эмигрантской интеллигенции какое-то поразительное чувство беспомощности и безнадежности. Все, это же конец света. Куда мы катимся? Куда мы катимся? Мы сюда эмигрировали, потому что вот так и так мы сбежались, а теперь нужно бежать еще куда-то и некуда бежать. И все вот в таком духе, не знаю, что. Уже узор, что происходит. Такого никогда еще не было. Это уже конец света. Это конец вообще. Вот два стихотворения любопытные. Одно из них было, я когда прочел, сразу у меня даже экспромт сложился, но не буду об этом говорить. Моего хорошего друга и нашего участника Володи Зархина. Это одно, а другое Алекс Габи. Габи, это, по-моему, Габриэль, да, это, наверное, его, я так подозреваю, что это его псевданий Алекс Габи. это его. Да, они оба очень хорошие. Габи, безусловно, изумительные по форме и содержанию, настолько блестяще человек сформулировал свои мысли, выразил их в замечательной стихотворной форме, просто удивительно. Но что это за мысли? Это вот все то же самое. Вот, вот эта безнадежность, это все рушится, некуда бежать, игра проиграна вот так, партия проиграна. Ну, может быть, найдется гениальный ход, чтобы спасти эту партию, но кто же его сделает? Вот так. И потом там обсуждение чуть-то не сотня комментариев, и каждый выражает вот ту же самую мысль, как все ужасно и все. Вы знаете, у меня ощущение, что у этих людей начисто отсутствует элементарная историческая память. Вот давайте посмотрим, сравним, прошла примерно часть, первые 23 года 21 века. Сравним их с первыми 23 годами. Какой был итог 20-го столетия к 23-му году? Для начала примерно около 20 миллионов погибших в войнах, революциях, этнических резнях всевозможных, плюс 50 с лишним миллионов умерших от испанки и тифа. Вот такой любопытный итог. И кто же там, кто эти лидеры? Да, еще все очень жалуются, что нету лидеров. Лидеры мошенники и бездарности, все лидеры вообще никуда не годятся. Посмотрим, что там были за лидеры. По Анкаре война, таков было его прозвище. Или германский кайзер, тоже хороший человек, австрийский император, Николай Второй плюс Распутин. Можно вместе рассматривать. Неизвестно, кто больше правил. Потом большевики и Муссолини. В 23-м году Италия была уже под властью Муссолини. Ну, то есть один другого краше лидеры. Ну и соответственно все вы знаете перспективу, что было потом. Это 20-е столетие. Так. 20-е столетие было жутко кошмарным. Просто совершенно людоедским. Абсолютно. И по сравнению с 20-м веком, началом 20-го века, вот этими 23-м годами 20-го века, первые 23 года 21-го века, ну, просто мелкое злодейство может быть. Но не более того. Не более, я бы сказал. и вдруг такая беспомощность такой вот всего партии. Да вы же не играли. Какая партия прогрел? Когда же вы не играли? Что вы делали вообще? Что вы собираетесь делать? Нет, чтобы что-то делать. Если вы живете в Америке, то дофига что можно делать. просто дофига. Идите в местные комитеты республиканской партии волонтерами. Работайте. Создавайте комитеты граждан по наблюдению за выборами. Вообще миллион чего можно делать. Поддерживайте финансово кучу организаций, которые борются. Джедыши, вотчь там и так далее. Все что угодно. Действуйте. Так нет, вместо этого сплошное нытье. Удивительное дело. Я собирался об этом писать, все, руки не доходят, нет времени сесть. Я очень медленно печатаю. Так что это мой комментарий к выступлению Максима. Может быть, он захочет мне ответить. Спасибо, но у нас есть еще там дальше выступающие за вами. Вы закончили, Лев, да? Спасибо. Пожалуйста, Михаил, у меня выступлений нет. Я просто, насколько я помню, «Либерсион» была основана в 1973 году. То есть, она, наверное, другая газета. Просто если кто-то захочет найти материалы процесса, значит, наверное, надо другое ключевое слово. Это францесса. Это францесса. Ну, это неважно, наверное, да? Ну, и потом вот в отношении значит, борцов сопротивления, то есть, там действительно было непропорционально много русских людей, они погибали, и французы, я читал, что они были чуть ли не последними, кто вступал. Там были, значит, британские эти самые заброшенные, эти самые диверсанты, значит, вот русские там и так далее, но их уничтожали не потому, что они были русские, потому что они участвовали в сопротивлении, а вот евреев, конечно, им там, то есть, если бы эти русские сидели тихо, то с ними ничего не было, наверное, просто в этом разница. Да, ну, вот у меня все. Спасибо. Максим, вы хотите ответить? Я просто хочу сказать, что среди этих, я не знаю, Саша изучал этнический состав этих, что называется, русских, но я думаю, что это были в основном евреи, конечно, и сопротивление. У меня мой родственник, племянник моей бабушки, он родился в Вильне, и он уехал в 38-м году из Вильна во Францию, и потом он участвовал в сопротивлении. Он дважды его депортировали, и он дважды бежал из поезда, который его вез в Освенцию. И он выжил, теперь, конечно, он уже умер, но весьма преклонного возраста. Но я с ним много общался, когда он приехал в Москву в 87-м году и разыскал нас просто в семью нашу, просто разыскал по... зашел, вы помните, были такие киоски информационные, Мосгорсправка, он просто попросил адрес франкоменецких и нашел нас. И мы с тех пор много общались, пока он был жив. И вот он рассказывал про это. Так что, я думаю, что сопротивление французское, я, конечно, не изучал этот вопрос, но это были, например, Верни, тоже, Дина Верни, знаменитая, она занималась, она была сопротивлением, она занималась, но, вернее, она по верное, по мужу, я не помню настоящую фамилию, она была еврейкой, конечно, она занималась, в частности, водила группы, которые пешком пересекали Пиренеи, чтобы из Франции перейти в Испанию и потом в Португалию. Им давали визы, знаменитая история был, как его звали, в общем, американец, который давал визы евреям, не только евреям, культурным представителям культуры европейской, чтобы они эмигрировали на время войны в Америку. И она была, ее потом схватили немцы и ее спас майорь, она была, его натурщицей, знаменитый скульптор французский, он ее спас тем, что он попросил своего коллегу самого первого скульптора Рейха ее вызвать. И тот таки вызвал ее. Вот такая история. Ну, в общем, мне кажется, что то, что я знаю, это все эти участники сопротивления, они были на самом деле, те, кто русские, были на самом деле вере. А то, что французы, конечно, практически не участвовали в этом деле, с этим я полностью согласен. Саша, вы хотите что-нибудь сказать? Дочь Скрябина погибла, была участница сопротивления. Саша, вы хотите что-нибудь сказать? Там было очень много не французов в сопротивлении. Например, очень массивную группу составляли люди из Испании. Это те, кто бежали от франка, когда разгромили республику. Они легально или нелегально жили во Франции. Они составили, так сказать, довольно большой блок внутри сопротивления. Люди из Польши тоже составили некоторый блок но там было много и евреев и неевреев. Там по-разному это. С русскими там 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 было ну как сказать и были люди которых про которых я точно знаю что они были абсолютно неевреями но при этом они были участниками сопротивления. Какой удельный вес они составляли я не берусь судить. Но во всяком случае абсолютных таких суждений здесь я не могу вынести. Спасибо. Я вижу две руки и вижу Лев но Марина еще не выступала со своим как бы этим. Поэтому я сначала говорила справка короткая просто давайте в движении МАКИ в артунском сопротивлении участвовало насколько я помню если мне изменяет память два с лишним миллиона человек не может быть чтобы все были сплошь одни эмигранты это как-то неправдоподобно Ирина пожалуйста Ирина одно маленькое маленькое уточнение по мнению английских историков значительную часть большую часть среди эмигрантов в сопротивлении составляли поляки и англичане считают что практически вся разведывательная информация английскому командованию так сказать из Европы из оккупированной Европы шла по польским каналам это были проверенные настоящие разведывательные информационные каналы с 39 года ну это просто замечание не более того спасибо так Марина пожалуйста включите микрофон у меня тоже замечание на меня задело по поводу участия русских я просто здесь в Бостоне 73 года я лично в Бостоне встретила по крайней мере десяток семей которые участвовали в Олег Померанцев знаменитый как пример и множество других и они я не думаю что это не вопрос русские евреи ну практически евреи в это время чтобы участвовать в сопротивлении ну не было большой эмиграции не было просто эмиграции евреев а русские после революции очень многие жили мы это все знаем жили в Европе у них просто практически было больше шансов участвовать и действительно очень много примеров я тоже видела а второе простите за хвастовство я встречалась здесь если мы с Романом и Капсоном это был 1973 год и ну я была в каком-то смысле новелти потому что еще не было в Бостоне эмигрантов и поэтому значит кто-то организовал мой поход он тогда у него был офис в МАИТ и я с ним ну он со мной разговаривал часа два и по поводу того что говорил Саша это все-таки 1973 год но он совершенно спокойно спокойно расспрашивал и расспрашивал потому что уже знал уже была у него информация о молодых писателях в это время в Советском Союзе про Аксенова спрашивал какая-то он получал что-то про Гладилина так что это было судя по тому что как он рассказывал это было постоянно связь через разных лиц жены у него были славянского происхождения может быть через них но во всяком случае эта связь была все это все что я хотела сказать спасибо хорошая библиотека и в 1973 году уже и Гладилин и Аксенов и прочее они уже напечатались к этому времени так что можно было просто прочесть он может быть раньше просто сказал правильно но он может быть уже знал о них раньше это я не знаю Саша вы хотите как-то заключить или что-то такое сделать просто я не вижу пока рук нет спасибо а я уже эскиз пожалуй вот вам дать и чтобы поблагодарить вас от всех за это очень интересно спасибо спасибо всего доброго всем газета называлась письма французских коммунизмов вот как французский коммунистический журнал французский коммунистический журнал сорок седьмой год я не расслышал простите французский коммунистический журнал Виталий я вам передаю образы правления от свободного полета я обращаюсь всего вам доброго спасибо большое спасибо 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 так